То, что молитва способна исцелять, известно давно, но не было ответа на вопрос, как это происходит. Его нашли петербургские учёные. Что же это такое молитва, разбирался Александр Огородников. Открытие произошло, как всегда, совершенно случайно. Учёные Санкт-Петербургского психоневрологического института изучали функциональное состояние мозга. Науке в то время были известны три. Бодрствование и два вида сна. Быстрый – человек видит сны, и медленный – без снов. Но в биологии действует закон симметрии, а значит, если есть два вида сна, то должно быть и два вида бодрствования. Но энцефалограмма раз за разом выдавала обычные показатели бодрствования. Мы переворачивали массу всяких вариантов, и ко мне случайно зашёл вот один секретарь Духовной Академии, такой Копейкин, который вместе с одним товарищем сказал, что вот, может быть, посмотреть у священников. Я человек весьма далёкий от религии тогда был, но решил, а почему и нет. Во время исследования священнослужитель, участник эксперимента, читал стихи и решал математические задачи. Ритмы биотоков учащались. Затем его попросили помолиться. Когда он начал молиться, мы увидели ряд стадий перехода от быстрых ритмов к медленному ритму. И, наконец, у него появился вот этот ритм в три герца. Три герца – это когда у взрослого человека, как говорится, в здравом уме и твёрдой памяти, происходит практически полное отключение коры головного мозга. Восприятие информации идёт напрямую, минуя мыслительные процессы и анализ. Такое возможно лишь у спящих взрослых и у двухмесячных детей. То есть, с точки зрения нейрофизиологии, молясь, испытуемый в буквальном смысле превращается в младенца. Но что ещё более удивительно, во время молитвы, как выяснили совсем недавно датские психологи, отделы мозга, ответственные за общение, напротив, резко активизируются. В обычном состоянии эти участки префронтальной коры работают активней, когда человек начинает ждать от своего собеседника какой-либо реакции на всё вышесказанное. А это значит, что и во время молитвы наше сознание ждёт ответа от того, кому молится. Между тем, учёные выяснили, что искомое четвёртое состояние мозга, молитвенное, как его назвали, так же необходимо, как и все другие. Ведь отсутствие даже одного из них нарушает гармоничное развитие человека, приводит к болезням и деградации психики. В общем, они бывают разные. Бывает, что ты молишься, тебя посещает определённая благодать, и тебе легче становится. Жила одна, а потом икона у меня была. И как-то вот так вот начала молиться, и вдруг почувствовала, что это очень хорошо. И это состояние без сомнения целебно, потому что все вот эти частоты патологические, которые развиваются в процессе жизни у нас, это всё уходит. Остаётся эти три герца, которые у младенца, а у младенца, как известно, грехов нет. Исследователи считают, что именно о том же самом говорит нам и Писание. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдёт в него. О чудодейственной силе молитвы известно давно. То, что молитва оказывает на человека благотворное влияние в целом, не только на его чисто душевное внутреннее состояние, но и на его состояние физическое, любой священник знает прекрасно. По мнению учёных, молясь верующие уходят от земных забот, признаёт их незначительной сравнение с чем-то вечным и незыблемым. Как только человек забывает о реальности, его мозг нейтрализует накопившийся в сознании негатив, главный источник любых недугов. Тем самым человек способствует своему исцелению. Науке известны факты, когда посредством молитвы выздоравливали больные раком в неоперабельной стадии. В 1946 году жительница Пензенской области Ефросинья, узнав о своём страшном диагнозе, пришла к известному старцу Пензенскому Иоанну искать успокоение. Старец посоветовал женщине усердно молиться и сам стал молиться за неё. Через неделю врачи на очередном обследовании с изумлением констатировали, никакого рака у пациентки нет. Нам всем приходится очень много ходить в больницы, посещать немощных, умирающих людей. И мы прекрасно знаем, что когда такой человек прибегает к помощи Божьей, к молитве, то его состояние всегда улучшается. А английские физиологи с помощью молитвы реабилитировали героиновых наркоманов. У них не начиналась сломка, а наркозависимость проходила быстрее. При этом, по заявлению исследователей, гораздо большую пользу во время лечения приносила короткая, но при этом часто повторимая молитва. А не так давно иорданские кардиологи пришли к выводу, что самой полезной оказывается утренняя молитва. После долгого сна, во время которого затрудняется кровообращение, обращение к Всевышнему помогает проснуться и мозгу, и телу, плавно запуская в организме все физические процессы. Однако очень важно помнить, что религиозные произведения, которые выдают за молитвы в различных сектах, никакого благотворного влияния на человека не оказывают. Их слова, которые не произносят молитвы, это даже по-частному нельзя назвать. И, как правило, в основном все идет, в первую очередь, не для души, а для дарования чего-то физического, для дарования какого-то финансового благоденствия. Однако при этом ученым удалось выяснить, что во всех основных мировых религиях, будь то христианство, ислам, буддизм, молитва всегда звучит в одном ритме, в том самом 3 Гц. При этом, если все-таки говорить именно о молитвах традиционных религий, то не следует рассматривать моление только как прикладное средство, гарантирующее физическое здоровье. Молитва для любого человека, конечно, это беседа с Богом. Не только молитва, это, конечно, когда мы просим, но, к сожалению, чаще получается, что мы просим. Однако механическое прочитывание молитвенных текстов равно как и заученное их произнесение, ничто по сравнению с искренней верой. Только в этом случае мозг обязательно войдет в свое четвертое молитвенное состояние, в котором так необходимо хоть время от времени пребывать к человеку. Александр Огородников и Александр Старовойтов в центре событий. И на этом я с вами прощаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok